Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Мы находимся с нашей второй группой. Эти 250 человек приехали из США и других стран. Мы находимся на горе блаженств. Мы в чудесном амфитеатре. Перед нами озеро, светит солнце. Здесь где-то 25 или 30 градусов. А ведь сейчас ноябрь. Мы снимаем наши передачи на год в ноябре. Итак, я здесь для того, чтобы показать тем, кто впервые в Израиле, что когда Библия говорит, что Иисус поднялся на высокую гору, чтобы помолиться, то вот что я имею в виду. Наш отель находится в долине возле озера, и вокруг нас высокие горы. Он мог молиться на любой горе. Сегодня я хочу поговорить о том, что мешает вашим молитвам. Мы исследуем молитву. Это одна из моих любимых тем. Мой отец был самым великим молитвенником, с каким я только встречался в жизни. Каждый раз, когда он заходил ко мне в офис, то говорил «брат», он не называл меня Перри, он говорил «брат, ты хочешь немного помолиться?» Я знал, что это означает «час молитвы». Мой отец никогда не молился пять или десять минут. Он всегда делал так, как мы делаем сейчас на нашем молитвенном служении в четверг. Сперва он молился молитвой «Отче наш». Я ходил и молился, а папа всегда стоял на коленях. Ему было 77 лет, а он молился на коленях. Я сказал «папа, я заметил, что ты всегда молишься на коленях». Он сказал «брат, Библия говорит, я преклоняю колени перед Богом и Отцом нашего Господа Иисуса Христа». После этого он обличил меня в том, что я молюсь стоя, а не на коленях. Это вопрос личных предпочтений. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, «Помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Молишься, молился, молитва. Знаете, сколько раз эти слова повторяются? 365 раз. О чем это нам говорит? Вы должны молиться каждый день. Ну разве это не чудесно? Молитесь каждый день. Молитва должна быть ежедневной. Я люблю изучать еврейские слова. Как вы знаете, мы часто проводим пророческие учения, но если взять слово «молиться» на иврите, то это слово «тафила». Корень этого слова означает «судить». Я всегда думал, что молитва — это разговор с Богом. Так почему же корень этого слова на иврите означает «судить»? Сейчас вы поймете. Для того, чтобы получить ответы на свои молитвы, вы должны судить свое сердце. Иисус говорит именно об этом. В вашем сердце не может быть осуждения, потому что оно влияет на вашу уверенность. Когда мы приходим к Богу, то не должны забывать, что мы приходим к нашему Отцу Небесному. А наш Отец Небесный во всех заветах является судьей. Он говорит, в каком состоянии твое сердце, когда ты приходишь ко мне. Например, если ваше сердце осуждает вас, как говорит Библия, у вас не будет уверенности в молитве. И перед тем, как прийти к Богу, вы должны увидеть свое духовное состояние. Это означает, что если там есть нечто, что может помешать вашей молитве или вашему приближению к Богу, вы должны разобраться в этом. Как вам это сделать? На основании Писания. После этого вы каетесь в этом, когда приходите к Богу. Это очень интересно. В Библии есть стих, который говорит «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». А вот что значит судить свое сердце. Но почему Господь говорит «И когда стоите на молитве, прощайте»? Разве не удивительно то, что мы вспоминаем лишь свои плохие дела, когда приходим к Богу? Вы не помните о том, как спорили с кем-то, относились к кому-то плохо, а потом вы приходите в Божьи дворы и говорите «Спасибо, Господь!» «Помнишь это?» Я проповедую. Да, только проповедую. Кстати, это бывшая рок-звезда. Я не шучу. Итак, ваша совесть обращается к вам. Вот почему Иисус сказал «И когда стоите на молитве, прощайте». Вы вспомните те вещи, в которых вам нужно исправиться, когда вы окажетесь рядом с царем или с судьей. Все это является частью духовных правил. Я хочу показать вам четыре основных закона молитвы, а потом мы рассмотрим препятствия. Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. Часто люди говорят «Давайте помолимся про себя». Бог знает намерения сердца, и бывают времена, когда этого достаточно. Но настоящая молитва не может быть беззвучной. Она всегда произносится вслух. Не забывайте, что молитва — это общение. Это не просто общение в мыслях, но в словах. Первое правило — вы должны говорить с Богом слух. Второе правило записано в послании Иакова, 1 главе, 6 стихе. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Слово «сомневаясь» описывает корабль на море, который бросают волны. Когда вы опускаетесь на воду и поднимаются волны, вас начинает бросать вверх-вниз, вверх и вниз. Когда корабль идет по волнам, то в одно мгновение он поднимается, а в другое падает, и так по кругу. Сомнение — это взлет и падение в ваших исповеданиях молитвах. Например, в одно мгновение вы говорите «Я верю Богу», а после этого вы начинаете говорить негатив и больше не верите Богу, потому что этого не случилось. Затем вы приходите в церковь и начинаете чувствовать себя лучшим. «Я верю Богу», «Милая, вера вернулась ко мне», а через три дня вам звонят и разрушают все то, о чем вы молились. Вы говорите «Почему это случилось?» В этом нет смысла. Вот это и есть сомнения. Библия учит, что если человек сомневается, то не может ничего получить от Бога. Это важно. Никаких сомнений. Итак, вы должны просить в вере. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Вы должны просить усиленно или страстно. Много может усиленная молитва праведного. Слово «усиленная» подразумевает молитву силой, с помазанием. Есть два вида молитвы — ритуальная и с помазанием. Ритуальная молитва — это молитва из книги, или молитва, которую вы повторяете за всеми. Мы называем ее «литургией», а настоящая молитва и поклонение, которые любит Бог, должны исходить из сердца. Это что-то, что вы должны ощущать в своем сердце и духе, когда представляете молитву Богу. Она должна исходить от вас. Она должна быть истиной. Верьте в то, о чем просите. Верьте стоит в прошлом времени. Это место из 21 главы Евангелия от Матфея. То есть вы должны сначала поверить, прежде чем принять. Иными словами, вы верите не в тот момент, когда это происходит, а до этого. Некоторые говорят, Бог ответил на мою молитву, потому что я увидел ответ на нее. Вера, как учил Иисус, связана с молитвой. Когда молитесь, верьте, что получится, перед тем, как получили, и тогда получится. А вот та проблема, с которой мы сталкиваемся. Проблема не в том, чтобы попросить. Трудности также не связаны с тем, когда приходит ответ. Они связаны с тем, чтобы поверить перед тем, как получить. Ведь именно на этом этапе мы сталкиваемся с преградами. Я постараюсь пройти их быстро и рассмотреть большую их часть. Преграды в молитве. Преграда номер один — пассивная молитва. Часто люди говорят мне, Господи, если хочешь, чтобы я сделал это, помоги мне увидеть это. Господи, если это Твоя воля, покажи мне. Господи, если на то есть Твоя воля, исцели мою мать, брат и сестру. Если. Христос сказал, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Когда мы молимся о воле Божией, то должны понимать нечто. В послании Иакова сказано, если вы собираетесь пойти куда-то, то говорите, если угодно будет Господу, я пойду с тобой. Но это не связано с молитвой. Мы взяли стих, в котором сказано, если угодно будет Богу, и начали применять его ко всем нашим молитвам. Вот что я хочу показать вам. Вы никогда не должны ставить «если» там, где его нет. Я буду проповедовать этой части аудитории. Хорошо, мы только приехали. Итак, эта часть. Вот что происходит. Я семь лет молился за своего сына. Я говорил, если Бог коснется его, если Господь избавит, если, если. Однажды Бог проговорил ко мне и сказал, каждый раз, когда ты говоришь «если», ты ставишь под сомнение свою молитву. Он сказал, перестань говорить «если» и начни говорить «когда». Я начал говорить так, когда Бог прикоснется к моему мальчику, когда Бог сделает это. Я не говорю, что дело во мне. Это был Бог. Когда я изменил свои слова и перестал ставить «если», все изменилось. Господь сказал мне, когда ты говоришь «если», то не знаешь, сделаю я это или нет. Когда ты говоришь «если», враг может прийти и сказать «а он не верит». Он добавил «если». «Если» всегда идет с вопросом. Я приду, если погода будет благоприятной. Я приду в церковь, если смогу. Если вы говорите мне подобное, то я не знаю, придете вы или нет. Представьте, что ощущает Господь, когда мы говорим «Господи, если можешь», «если возможно». Я скажу так, когда вы говорите «если», то показываете, что не уверены в воле Божьей. Если что-то является обетованием в слове, просите, и дано будет вам. Хорошо, я попрошу. Просите в вере, не сомневаясь. Я могу просить, и пока я не сомневаюсь, все будет хорошо. «Если» говорит о сомнении, неуверенности. Но если вы говорите «Отче, я молюсь об этом, и когда ты сделаешь это, я хочу поблагодарить себя заранее. Боже, когда ты придешь и спасешь моих детей, я хочу поблагодарить тебя». Эта находка изменила всю мою молитвенную жизнь четыре года назад. Я спросил тогда у сына, «Джонатан, я могу использовать твою историю?» Мой сын был наркоманом и алкоголиком, «Это просто убивало его». Он едва не умер в больнице. И тогда я сказал, «Дьявол, ты не заберешь его. Бог не дал мне сына, чтобы ты забрал его». Бог обязательно прикоснется к нему. Семь лет я говорил «если», а потом я начал говорить «когда». И сейчас он трудится в нашем служении. Слава Богу! Хорошо. Итак, первое. Не молитесь пассивно. Молитесь с верой. Уберите «если» и поверьте. Второе. Преграды в молитве возникают из-за разделения в группе молящихся. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». На греческом слово «согласятся» звучит как «сумфонио». От него происходит слово «симфонический оркестр». Как вы знаете, в оркестре все начинается с «си». Все должны сыграть ноту «си». Если кто-то играет на гитаре, он не может играть в «до». Он должен играть в «си». В молитве это слово означает «издавать один звук» или «говорить одно и то же». Если у нас возникает какая-то ситуация, я прошу церковь помолиться, я говорю, «У нас есть такой-то брат, он попал в аварию, он старейшина, давайте молиться за исцеление». Если этот брат начнет говорить Богу, «Боже, помоги ему, сделай что-то», он будет молиться без цели. Это просто общая молитва. Если эта сестра начнет говорить, «Господи, у него была хорошая жизнь». «Если ты захочешь забрать его, мы поймем». Если он начнет говорить «исцели его», «исцели его». Что это? Можно ли это назвать сумфонио? Нет, это разные молитвы. Если брат умрет, то он скажет, «Я знал, что воля Божия была в том, чтобы забрать его домой». А она молилась за исцеление, и поэтому разочаруется. Понимаете меня? А этот молился обо всем сразу, так что его устраивает любой исход. Если он умрет, то на то была воля Божия. Если он выжил, то на то воля Божия. Слава Богу! Но суть в том, что Библия говорит и учит нас тому, что нельзя молиться разрозненной молитвой. Мы читали, что двое или трое должны согласиться, говорить одно. Бывают времена, когда я прошу всех молчать в молитве. Я буду молиться, а вы будете полностью соглашаться. Вам лишь нужно сказать «Аминь». Я говорил людям, «Не говорите ничего». Это не означает, что моя молитва лучше других. Просто я понимаю, что начав молитву, люди могут разбрестись по сторонам. Отец научил меня этому. Он молился за людей, больных раком, и 16 человек исцелилось за последние несколько лет, что он ездил со мной. Я до сих пор встречаюсь с этими людьми. У моего отца было помазание. Он верил, что это случится. Отец научил меня, что если молишься за кого-то, то нужно верить. И когда Дух Святой укрепляет тебя в молитве, то ты понимаешь, что Бог работает. Я работал с одним человеком. Некоторые из вас знают его. Это Орел Робертс, создатель университета Орела Робертса. Господь сказал Орелу, что в его руке явится сила Божия. Я расскажу историю, о которой мало кто знает. В Филадельфии Джек Коул открыл церковь. Орел поехал проповедовать туда. Он сказал Богу. «Я не выйду проповедовать, если не буду ощущать твою силу в правой руке». Это было знаком того, что помазание для исцеления было на нем. Он должен был выйти, но не ощущал силы Божьей. Прошло 20 минут, но ничего не изменилось. Он сел в кресло и сказал, «Господи, я не могу сделать этого сам. Я знаю, что это то знамение, что ты дал мне. Я должен ощутить твою силу, прежде чем пойду молиться». Он опаздывал на час. Внезапно сила Божия сошла на его правую руку. Его как будто током ударило. Он схватил пальто и сказал водителю, «Вези меня на служение». Они долго ждали его. И как только он появился, парень сказал, «Дамы и господа, здесь Орл Робертс». И когда он начал проповедовать, сила Божия сошла на то место. Десять тысяч человек ощутили это. Разве это не удивительно? Суть в том, что бывают времена, когда мы молимся двумя видами молитвы. Мы молимся молитвой веры, когда мы не всегда ощущаем помазание. Но у нас должна быть вера. Бывают также и времена, когда вы молитесь и ощущаете помазание. Об этом говорится в первом послании Иоанна, второй главе, двадцатом стихе. Помазание — это как электричество. Это энергия от Бога. Я называю помазание абсолютной жизнью Божией, которая работает в человеке. Оно сходило на меня так, что каждый волос на спине и на руках поднимался вместе с волосами на голове. Надеюсь, у вас такое было. Вы на служении и ощущаете Бога. Знаете, как-то на меня сошло помазание, и я ощутил его. Это не были мурашки, потому что муравьи тут ни при чем. Это святые мурашки. У меня на руке их было так много, что я сказал, возможно, это шрифт Брайли. Прочитайте и столкуйте его. Они решили, что это шутка. Но вы должны помнить вот о чем. Иногда вы можете и не ощущать помазание. Тогда молитесь молитвой веры. Молитва веры исцелит болящего. Это Иакова, пятая глава. В других же случаях, когда сходит сила Божия, молитесь с ней. Много лет назад в Кентукки у одной женщины был нарост. Он не был большим, но был видимым. Я помолился за нее в понедельник вечером. Мы не увидели никаких признаков исцеления. Я очень устал, когда она попросила помолиться. Опять же, не я целитель, но помазание важно. В среду группа женщин пришла и сказала, мы помолимся за тебя. Они так громко прославляли Бога, что их было слышно всюду. Они возложили руки на нарост, и он просто исчез. В чем же была разница? Моя молитва была молитвой веры, но я не ощущал помазания. Их же молитва была с верой и помазанием. Иногда для чуда исцеления нужно и то, и другое. Аминь. Далее четвертое. Я называю это принципом смоковницы. Евангелие от Матфея, 21 глава. Была смоковница, у которой были листья, но не было плодов. Библия говорит, что Иисус проклял ее, и на следующее утро она засохла. Некоторые из вас молятся о спасении своих мужей и детей, и вы говорите так, Господи, спаси их, коснись, приведи. Это нормально. Но вы должны зреть в корень. Спросите себя, что мешает им спастись. Есть мужчины, которые настолько погрязли в порнографии, что боятся отказаться от нее. Я не шучу. Есть люди, которые так сильно любят алкоголь, что говорят, я не алкоголик, но не откажусь от этого ради служения Господу. Есть люди, которые принимают наркотики, не лекарства, и не хотят отказываться от них. Вы должны спросить себя, мой муж или мои дети не следуют за Господа. Что сдерживает их? И вы увидите это. Если это дух, то вы должны выступить против него. Вы должны сказать, я связываю тебя именем Господа, чтобы ты не действовал в жизни моей семьи. Когда у нашего сына были проблемы, и он рассказал об этом, то моя жена встала в 4 утра, она вообще-то тихоня. Она очень скромная и тихая, но она чудесная женщина. В семье я говорю больше всех. Тогда она поднялась наверх дома и закричала, «Сатана, я связываю тебя во имя Иисуса Христа. Ты не получишь его». А я лишь сказал, «Прошу». Это было в 3 утра. «Да, давай, давай», говорил я ей тогда. И она кричала и кричала. И мы получили ответ на нашу молитву. Суть в том, что не имеет значения, эмоциональный вы человек или нет. Молитва не зависит от этого. Вы слышите? Молитва зависит от того, насколько вы верите Богу. Это важно. Есть люди, которые такие же тихие, как моя жена. Я – полная противоположность. Но она получает ответы на молитвы, и я тоже. Не забывайте, что Бог не смотрит на вашу деноминацию или личность, на вашу эмоциональность или на ваш характер. Он смотрит на сердце. Сердце. Бог смотрит на сердце. Важно, чтобы вы знали, что ранила их. Их ранила церковь? Вы должны молиться о Божьем исцелении. И последнее, о чем я хочу вам сказать, это послание к евреям. 10 глава, 23 стих. «Будем держаться исповедание упования неуклонно». Это означает, что мы не будем наклоняться или поворачивать. Часто мы молимся, а потом начинаем говорить «против». Мы говорим нечто, что убивает веру в молитве. Я слышал проповеди брата Хейгана и Коупленда, когда мне еще было 18 или 20 лет. Я помню, что меня впечатлило их учение об исповедании слова, веры и о согласии с молитвой в исповедании. Это правда. Это есть в Библии. Я знаю, что хоть не все это понимают, это есть в Библии. Помните об этом? После того, как вы помолились, соглашайтесь. Когда вы перестаете молиться и начинаете благодарить Бога, вы получаете ответ. В любом случае, вы должны благодарить Его. Вам не нужно просить вновь и вновь. «Боже, я просил 15 раз, но теперь я получил мир». Все, свершилось во имя Иисуса. Когда время уходит, вы понимаете, что получили ответ на молитву. Последний пророческий сборник Пэристоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников, в книге Пэристоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Пэрри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров, и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов. Связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи. Изопретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. Тринадцатая глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Пэрри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска. Подготовка и выживание в трудное время. Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Пэрри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения – FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы сейчас вернемся к нашему выпуску «Оставайтесь с нами». Я хотел указать вам на важность времени, в котором мы сегодня живем. Пророческий сезон. Нет сомнений, что мы живем в цикле пророчеств «История повторяется». Об этом моя новая книга. Я хочу поговорить с вами о последних загадках. Я провел небольшое исследование, и, насколько мне известно, никто не проповедует об этом в соцсетях или на телевидении. Я проводил историческое исследование и сделал несколько открытий, которые так поразили меня, что, когда я начал писать об этом книгу, я буквально не мог уснуть. Я бы хотел, чтобы вы приобрели эту книгу пророчеств. Мы попросили тех, кто знаком со множеством наших книг, дать рецензию и на эту, и они считают, что это собрание наиболее важных пророчеств, которыми Господь сопровождал наше 45-летнее служение. Надеюсь, вы ее приобретете. Мы также хотим известить вас, что 21-й год мы начнем с поездки в Моми, штат Огайо, в церковь к моему другу пастору Тони Скотту. У нас есть очень важное откровение, о котором мы там поделимся. Мы будем служить в субботу вечером, а затем все воскресенье. Надеемся, вы будете там. Мы также хотим напомнить вам, следите за нами в соцсетях. Кстати, о сетях. Мы живем в удивительное время. Давайте немного поразмыслим об этом, прежде чем вернуться к проповеди. Подумайте о том, что мы сегодня имеем возможность быть в одном месте, в студии, и через линзу камеры, кабели, спутниковые тарелки, компьютеры. Мы можем достигать людей по всей Земле за считанные секунды. Происходит задержка всего в несколько секунд, если я проповедую отсюда, и меня показывают в другой стороне. Дух Святой проговорил ко мне, и я буду вновь и вновь делиться этим с вами. Это произошло задолго до коронавируса. Он проговорил ко мне однажды в тайной комнате, когда мы были еще в другом здании. Пробуждение придет через линзу камеры. Как такое возможно? Раньше нужно было лететь на самолете, плыть на корабле, готовиться к встрече, создавать рекламу, постеры, снимать зал, приглашать людей, снимать муниципальный зал или готовить место на улице, вести аппаратуру. А теперь, благодаря технологиям, у большинства людей сегодня есть телефон, соединение с интернетом, компьютер, и мы можем оставаться на одном месте и проповедовать Евангелие оттуда. Я хочу поделиться с вами своим планом. Я бы хотел обратиться к служителям и пасторам по всему миру, у которых мы еще не проповедовали. В Южной Африке, Индонезии, Индии. Мы хотим провести что-то, что повлечет за собой пробуждение о вашей стране. О вашем городе, о вашей церкви. Если вы установите большой экран, мы, будучи в Америке, окажемся у вас и будем проповедовать о вашей стране онлайн. Будь то в помещении, на улице, на стадионе. Мы хотим организовать это, чтобы достигнуть как можно больше людей в оставшееся время. Раньше я садился в самолет, в автобус, ехал куда-то, но я понял, что этот способ устарел. Мы сможем сделать много всего разного и нового.